Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня 9 ноября, вторая свинка поросица. Шесть поросяток есть уже. Еще место не выходило, будем надеяться, что еще что будет. Свинка спокойная, хорошая. Поросятки тоже все. Вроде бы без видимых каких-то изъянов. Днем опять поросица, ну пусть днем таки поросятся все время. Подождем еще. Жаре место еще не выходило, поэтому еще не понятно. Роды продолжаются. Давай, давай быстрее, чтобы он не дышит. Быстрее поднимай его. Быстрее. Бошку быстрее. Отрезай. Да, он какой-то недоразвитый. Держи, держи, блядь, выскальца. Он какой-то не такой. Недоделанный какой-то у вас с немотоком. Счет какой-то недоразвитый. И место. Место. Не, он небо уже. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Нос, нос, нос прочищай. На. Ну, на, поснимай. Анестезию проведу. Че это какие? Реанимационные действия. Давай, давай, давай. У меня не грязно. Давай, держи еще. Держи. Так, главное, сразу очистить этот самый. Очистить от слизи и остатков мешка этот самый носик. Все. Как только он начал хорошо дышать, в принципе, в дальнейшем уже все у него сложится. Хорошо. Сейчас мы его обдерем по возможности. Сейчас у нас не холодно. Температура где-то плюс, 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 плюс. На улице 15-16. Подмещение вообще хорошо. Смотрите, шучки. Пуповинку оторвало ему, когда выходило, значит, и дернул. Да, я дернул. А, ну, ничего страшного. Все. Поросенок. По поводу, там, пуповину мотать в этот самый, в йод там. Все вот эти вещи, ну, в принципе, в принципе, никому не запрещено. А про то хочу сказать, что даже у меня вот малышняка дорожалась в последние исследования. Говорят о том, что не надо ничем не мазать, ни зеленкой, ни йодом. Микрофлора своя там что-то должна самостоятельно. В общем, честно, я просто еще, еще выходит. Хорошая свинка. Тяни, Илюха. Да, да, да. Так, че-че-че-че. Видите, что он сразу такой приуныл. Хорошо. Резетку сломали. Через резетку не дышит. Солбачи зачихал. Все, я резетку поремонтирую. Самому дышать нам. Да. Во рту там слизься, тут всю дрянь. Что там есть, убираем. Так, а что там у нас? Эти роды как стремительно у нас пошли. Видно, один отсек вышел, сейчас второй выходит отсек. Перед этими двумя был один, мертвый вышел. Ну, как бы там. Не, это самое. Не до разы ты, короче, какой-то был. Ну, потерялся. Малыш. Сейчас мы тебя быстро найдем. Смотрите, эту самую. Куповинку 100 сантиметров 5-7 оставляем. Одни говорят, чтобы она там не мешалась, чтобы она ее не оторвала. Ну, в принципе. Что я хочу сказать, в принципе. Вот какой-то слабенький. Так, а куда там кого подваживать? Подперед, по-моему, сиськи больше, ну, жирнее молоко лучше, да? Угу. Освещение, конечно, у меня нет. Ну, простите за такой видос. Фонарь, короче, накрылся. Локального освещения нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что, восемь уже? Восемь. Было бы девять. Девятый вышел. Недоразвитый. Вот у нее сразу потуги начинал. Вот ногами когда совает, есть, тяни, 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 что сдаешь? Все, все, Олег. Подними, подними, не урони только. Да я вытру, Илюха, держи. На, поднимай. Я пойму, держи. Да держи, не бойся ты. Немножко грязная у нас, видите, такая сегодня работа. Ну, как грязная. Приятная. Приятная грязная. Сейчас мы его холл вытрем. Повторюсь, самое главное ему сразу дыхательный распрочистить. Чтобы он мог дышать сам. Он сразу еще залет. Значит, все наоборот. В общем, я понял одну вещь. В принципе, в принципе, можно и не мешать природе делать все самой. Поэтому, если вдруг нету возможности там проследить за опоросом, вы сильно не расстраивайтесь. Все пройдет как надо. Поросятки вылезут с той стороны, с какой надо. Упадут на тот пол, какой надо. Воист не есть желание. Ну, вот так вот, как мы сейчас пришли управляться. Как это опорос. Ну, что бы ни помочил. Посмотреть за ней. Это самое. Сейчас кровь немножко. Это самое. Тут чуть-чуть покровит с этого. Пуповинкой. Пуповинки. Не пугайтесь. Цене его уже кровь. Ну, его, но не его. Я не знаю. Ну, короче, фактом, что... Это ему никак не позволит. Хороший нашел. Что еще? Да, продолжу мысль. Если нет возможности, поверьте, природа возьмет свое, все будет нормально. Единственное, создайте условия максимально комфортные. Да, чтобы как минимум, чтобы они во мне не утонули. Да. У меня тут проще. У меня как-то тут подстилочка эта глубокая. У нас чудо-пол. Да. И тепло от пола. Тепло постоянно тут. Да. Поэтому с этим как бы проблем нет. Поросятки не мерзнут. Плюс ни жидких, ни листов нет. Ничего такого не может. Опять же, плюс подстилки. Такая, блядь, поснимаем. И получается комфортно им. Они себя чувствуют очень комфортно. Не в какашках, ни в писяшках. Они не плавают. Не плавают, не тонут. Хотя, ну, как бы я, я просто к тому веду, что по затратам тоже, вот я смотрел, там, люди валют такие бабки в эти свинарники. А вот, если вот так разобраться, в этом году цена упала до 33 живым весом мяса. Да, будь оно проклято, это свиноводство. Когда поднимаются до 47, о, вроде бы и нормальный подъем. А так, да, будь оно проклято, все. И начинаешь думать, а не дурак ли я, а столько настроить, а понаставлять евроокон, а повозводить там здания капитальные, новые. Бетонный пол, который они бетонные полы, которые они, да, вскрывают раз в году на ухо весь. Ну, как бы, да, есть там какие-то кольца в нос, там, я не знаю, всевозможные какие-то хитрости, но опять же, это все бабки, это все время, и это все за 33 гривны килограмм. Да, пошли вы. В общем, я не настолько, как скажем, мазохист. Еще один момент. Видите, как хорошо, когда эти каких, опилочки тут. Вы не смотрите, что они такие темные. Этому полу уже второй год идет, или третий. Двух взрыли, закопали. Опять Илюха сейчас будет выходить. А вот и сейчас. Ну, наверное, мне кажется, место все-таки. Свинка молодец. Воды тут видно прямо. Прямо по теплеводу. Вот сейчас начнут ногами совать. А это у него будут эти самые схватки, схватки. Будет или место, или пороси. Ну, в идеале, еще штук 20, пороси. Я их сразу перекину, там, где 4, разделю порву. Ну, не сразу завтра. Пусть молозиво попьют. Да. Два дня пусть посидят, потом раскидаем, если что. Ну, так и сделаем их, раскидаем. Чего ее перегружать? А та вообще гуляет, гуляючи ходит. По 2 штуки подкинем, за 2 дня закидаем, пополам разделим. Ну, да, у них разница там, день, День, разница. Сутки, честно. До 3-5 суток можно перераскидывать без проблем. И по размерам, как у него, одинаково. Да, ну, ничего не отличается. И из дома. Да, только родились, вот поэтому такие послабее мужики. А сейчас. Рядом сидел. Ну, одно место вышло, вот смотрите, одно место, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять живых пороси, от один мертвый. Ну, мертвый, недоразвитый был какой-то. И глазки неоткрыты. И язык какой-то был. Как будто бы. Нет, на то язык, потому что он сдолг. Нет, мы уже были. И лапа, короче, как это, это стремный был. Да, стремный. И он, видно, не хотел жить в этом мире. природа решила, что не надо. Привела естественная жизнь. Да, прошел естественная, короче, внутриматочная. Но не было, видно, не этого самого. Ну, то обычно, если болезнь какая-то, то он, получается, как загнивает, черный становится. тут вроде все целое. Может, как-то сбой какой-то был в развитии зародышей. Короче, не важно. Тут пока зародышей ей хватает. мы еще подсмотрим, трошки? Да. Мать героиня. Ага, мать героиня. У нас перекидка будет у нее жесткая. 9, там 4, 13, по 6, чтобы было. и не было. Я думаю, я думаю, туда самых сильных перекинуть. Да, 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 да. Два штучки, допустим. Да, да, да. Три даже. А здесь оставить у них будет тогда под опором где-то по 6-7, да, получается. Да. И будет их самая. Свиноматка, в принципе, ну как, у тебя хорошая. А то, надо подумать, будет второе по росту весенний и, если что, под ножью. Это белый. Не, ну, не все равно. Да, это ландрас больше. Вот опять же, смотрите, хрючок был у нас более беконный. по-моему, сейчас идет беконного такого стиля был хрючок. Да, да, идет, идет место, скорее всего. Ну, похоже на место. Долго идет и мало. Хрючок у нас такой больше что там у него дюрок Петрен намешан был. А мама вот она у Андраса подобная такая. Но все лысые поражались. Я смотрю, будут беконного все такие типа. А волосы ты как раз? А мама была, видите, в Андрас. В Андрас хорошо многоплодная. А вот соседним сидит чистая беконина. Беконина малоплодная такая получается. Ну, в плане количества. Ну, что это такое? Четыре штуки. Еще раз такой выбрать и под нож. При том, при всем, что она выросла нормальных размеров и быстро. Она такая скороспелая. И это самое. Четыре штуки. Нафиг мне такой цвет. Я уверен, что эти поросята тоже будут. Я уверен, что эти поросята тоже будут. дождемся места и валим. В принципе, все. Да, пойду этих мы кормим. Витковых. Ты не дал еще? Да ну, подожди. Да, сапа не кинем, да и все. Дверь, не пас. Мы сейчас с вами помним, я слышу. Чудо-пороселка. Боя, смотрю, у нее годы идут, идут, пока нет. В общем, видите, с одной стороны, да, беконные хорошо, все классно, но чистый бекон для разведения смысл держать, допустим, свиноматку, которая будет приносить от 4, 4, 6, а самые эти рекордсмены 8 поросят, так это вообще ну, как бы, несерьезно. Свиноматка в среднем там 9-10, если приносит, мне кажется, тогда рентабельность какая-то этого всего есть, ну, зависит смысл с ней возиться. Если это все в размере 4-6, так же, хорошая. Ого, сиську подвинем поднимает нижний ряд, переворачивается, молодец, хорошая мамочка. То у меня первая свинка была, она поросят съедала, она как бы била их, кусала, одного загрызла сразу. Привела сразу штук 15-16, первая поразбил, первая. Подавила, побила. Я тут привозил ветврача, он ее тут наколол успокоительными, отрубили ее, потом опять подрубили. По факту она лежала на пузе, не переворачивалась, ни тенича, и кидалась на всех как будто собака, думала, что собака. Короче, уехала она, под нож ушла в тот же месяц. Это же он лежит спокойненько. Короче, только начали мы со свиньями этими баловаться, и тут же получили все прелести, которые только можно было. и гермафродиты были в тех опоросах первых, ну, первых там три свиноматки, была, каждая привела одна там восемь, девять, а шестнадцать, ну, короче, в принципе, было с трех свиноматок больше тридцати поросят. Живых осталось там двадцать четыре, двадцать пять, вот так. Были и гермафродит был один, и что там еще у нас было, и нутряк был, и, ну, короче, кого только не было. Все, что только можно, всю гадость мы собрали в первом же опоросе. Ну, а потом, вот это, видите, ну, если что, в одной свинке всего четыре поросенка, ну, что и следовало доказать, подтвердить, все написанное в книгах соответствует действительности, если этот самый, если свинка беконного типа мясной породы, то, соответственно, она малоплодная, надо это понимать. Я не взведу. Возьми за задние ноги, отчините, она умыльет. Что за манера вот так лежать, не достаёт, никто? Не, не достаёт. Ну, не уже сильно, они такие там, ее быстро, как надо, развернуть, в принципе. Вот. Да, что-то подзатянулось. Ну, мне кажется, Илюха, всё. Слышишь? Уже не будет? Да, мне кажется, нет. Раз, три, раз, два, три, раз, девять поросят. Десять. Ну, одного же нема, отдохнёт. Ну, она быстро. Раз, штук пять. Ну, в течение полтора-два часа, короче, ну, всё по книжному. Вот такую свинку, сто процентов, оставляем дальше, на племя. А выбраковывать начинаем с того, что там поросится сутками, тех нахрен, сразу убираем. Соседа? Уберёт. Да, чтобы, да нафиг этот цирк, сутки ждать, ты шо? Хорошо сейчас тепло, смотрите, как хорошо, ноябрь, вот так вот подгонять, чтобы были ноябрьские, допустим, и уже на весну, да, шли? Да. Чтобы в морозы лютые они не поросились, потому что, ну, чтобы там не было мороз, есть мороз. Хотя, тогда, вон, попадали все, по-моему, в морозы. Или ничего. По серёгке, черномазовый. Смотри, один черномазовый. Не зря там упали дюрки в родственниках. А, да, весной были февральны, по-моему, морозы. Да, были у морозы лютые. Кстати, этот сам, подсилка всё выполняла функцию. Они были всегда в тепле. Никто не болел, ни простудними, ни это. У нас у меня был опыт. Вьетконг, вьетнамцы, короче, сидели на бетоне, там. Морозяка была такой, что промёрзла, короче, навоз, примерз наглухо. К стене. И, ну, попримораживала, переболела, сдохла, там, два или три. Помнишь, что таких уже было хороших? Да, да. Огно, наверное. Или, что-то выходить, не знаю. Несколько штук откачивали, кололи антибиотиками. И, вы знаете, антибиотики помогли, они выжили, потом выкормили, и всё. Но потом, когда резали, видно было, что на лёгких, ой, на лёгких, на сердце, вот, сердце, как в мешке было, ну, короче, были какие-то патологии. Ну, это мне так объяснял человек, который мясник, который резчик. Он там резал, смотрел, говорил, что да, вот так не должно быть, как бы, это ненормально. И она похуже и росла после того, как переболела. Так что, ничего не остаётся бесследно. Температуры, там, все вот эти вещи, оно всё скажется в дальнейшем. И будет ваша свинка их уже расти, поэтому лучше, чтобы этого всего не происходило. Так вот, на тёплом полу этих проблем не было. И морозяка было нормально. Мало того, оно не замерзает, ни вода не замерзает в этих... И пол было в помещении. Минус 20, 18-20 на улице, а помещение, оно там не особо, там суперподготовлено, в полкирпича построено, в кирпич. В плюс 10 было. Один кирпич, ну, в один кирпич построено, не утеплённый, нигде ничего. Внутри 10-12, а на поверхности такая, градусов, наверное, на 20-30. В поверхности, где они, получалось, они прикапывались, если сильно холодно было, и большие, и маленькие, закапывались, приходишь, не мах, смотришь, там сидят, вырвали себе ямки, вот уж, ямку сбили себя в кучу, Ну, короче, не болели, в принципе, не мазали, чувствовались, нормально. Итак, опорос наконец-то закончился, свинка привела 11 поросяток живых, 12-й был дохвый, вот у нас 11 поросяток, прибыль, как прибыль, говорю, приход, значит, место вышло, опорос продолжался, где-то часа, наверное, 2,5-3, поэтому, в принципе, до 9-ти я еще сидел, потом ходил, каждые полчаса, и вот она еще троих, трое еще вышло, 3 поросеночка, 11 поросят, перватка, я думаю, это очень неплохой результат, я бы даже сказал, отличный результат, и теперь, э, кот, кот, а ну, бысь, давай, не выделуйся, на, это внимание, что у тебя есть, бысь, ну, в принципе, я очень доволен, свинка, молодец, будет наша свинка, так, давайте, посмотрим, что-то, какой-то скучный, грустный, те, что большие, постоянно проблема с ними, они большие, и поэтому думают, что им можно не есть, мелкие, это такие, их не угомонишь, они везде успевают, а те, что крупные, они чаще всего, и гибнут, от того, что, сейчас, от того, что у них, не надо им так много есть, заснул где-то, его бэм придавили, все, не мог, ну, я надеюсь, что все будет нормально, завтра, постезавтра, посмотрим, чуть-чуть окрепнут, и мы их пересыпем, к нашему, вот тому стахановцу, который 4 поросенка, привел, ты там не перекармливаешь, их не устаешь, посмотрим, короче, будем их разделять, разделять и властвовать, чтобы кормежка, у них была получше, все, в принципе, опорос окончился, 11 поросяток, результат очень неплохой, для свинки, свинка-перватка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго,